Всем привет, с вами Priya. Пришло время поговорить о моих векаурах. На самом деле их очень много, но используется из них лишь несколько. Итак, начнем же. Сразу векауры, которые видно, это векаура с кругом, который показывает и левел, накопленную силу артефакта и нужную силу артефакта для получения следующего уровня в моей ситуации, чтобы получить 81. Первый. Текущий уровень артефакта, 80%. Проценты, насколько прокачан артефакт. И второе, что сразу видно, это кнопка на использование силы артефакта. Просто закликивая эту область экрана, закликивая иконки силы артефакта, они пропадают из сумки, используются и спокойно пополняют единицы силы артефакта. Теперь же перейдем к остальному. Тут различные векауры на воина, которые я составлял сам для себя и сам их писал, скажем так, их публикацию, не знаю, делать, не делать, на самом деле, если что, в комментариях об этом отпишите. Вот нон-кружок этот, который уже есть в ВК-группе, стоит только полистать ее немножечко. Это все варовские, варовские, варовские. Это подобие на использование пантеоновских тринкетов, а именно их активации, но, увы, эта векаура работает как-то неправильно, ее можно вообще удалить. Весьма полезная векаура на интерапты. Работает как в подземельях, так и в рейдах, так и при выполнении локальных заданий. Обязательно ее скину. Также векаура для престола триумвирата, которая на самом последнем боссе кричит о том, что нужно перекрыть лужицы, которые выкидывают элементали, иначе будет ваншот рейда. Это что такое? Направленные взрывы. Что это такое? По-моему, это на иманаре. Это актуально для РДД, с целью того, чтобы они вынесли лучик. Теперь же глобальная векаура для анторуса появилась. В ней можно отслеживать абсолютно все косты боссов, которые только воспроизводятся. На одиннадцатом боссе, на втором боссе дележка, на втором боссе ауешка, на третьем шквальный огонь, который, ну, юзают структуру, юзают такой столбик, строение, что ли, которое выкидывается с пушек. И, заходя в этот купол, вы получаете дамаг от огня меньше, то есть об этом куполе речь идет. Это захождение в порталы, самое обычное, то есть небольшие рейд-анонсы, которые помогают игроку. Опять же, векауры для воина, а именно на отсчет кровотечения, на активность бафа брешь защиты и на то, что было видно, готов ли колос или нет. Если готов, значит иконочка горит. Когда я играл в армс и маленько пользовался этим. О, этот круг вообще можно удалить. Ага. А, ну все осталось, да? Ну, сейчас по одному поудаляю все это. Вот это удалить. Вот это вот. Вот это тоже. Вот это и вот это. И вот это вот все удалим. Как просто удалять на самом деле. Так, это что такое? Не то. И это не то. Так, это что такое? Это векаура на появление бомб. Идет отсчет, 3-2-1. И бомбы спаунятся на кенгароте. И начинается их процесс кручения вокруг босса. Эксплодифорб это сферы, которые актуальны на таком модификаторе, как взрывоопасный, в миф плюс. Это векарус киллджедена на отталкивание. Это, кстати, не рабочие. Это тики кливов, которые идут на киллджедене. Актуально даже с лфера. Что это у нас? Это станы, которые прописываются в миф плюсах. Всякие элементы контроля. Вигорь Урсола, станы и прочие мастяшки даже учитываются от Блок ДК. Это таймер на отпрыгивание в дырку на Бритльной Деве. Это векаура для Одина. Думаю, устаревшая ее уже нет смысла скидывать. Это векаура для Армсвара, которая позволяет считывать количество целей, которые вы дамажите с помощью размашистых ударов. Это таймер на такой модификатор, как сотрясающий. КД этого модификатора. КД появления дебафа. И примерное время, сколько вам еще нужно не кастить. Актуально для кастеров, для милишников. Не особо на самом деле. Но лишь я использую его с той целью, чтобы нормально поесть и не потратить еду из своего инвентаря. Знаете, какая еда дорогая? Это векаура для Агромара, которая актуальна даже для Нормала. И показывает циклы босса. Какой каст он юзнет. Да, конечно, в Нормале и ХМ эти циклы одинаковы. Это танковский клиф, это дележка в рейд. Потом это опять же танковский. Потом это дележка в рейд. И потом его большой АОИ, от которого нужно убежать. Суть в том, что в мифике это все дело идет рандомно. И эта полоса, эта полоса с гранями, спокойно разделяет эти косты и позволяет их отследить. Танк означает танковский. Рейд означает рейдовый клиф. А ОЕ означает то, что нужно отбежать от босса. Эта векаура больше актуальна для танков. И показывает различные бурсты, что ли, из которых выводить мобов не стоит. По типу опустошителя, солнечного луча. Вихрь урсола, ледяной шар, снежная буря, землетрясение от шамана. Такие вот интересные вещи. Лужица от дыка. Это что за векаура? Это векаура, отслеживающая взрывы обелисков на киллджедене. Весьма полезная вещица. Эта векаура при установке ее всему рейду показывает, какую именно метку нужно делить. Хотя, другая есть на это дело. Опять же для ОДИНА весьма интересная векаура. Это векаура, которая обозначает процент, при котором вам нужно скинуть рыбку на наги в мифической сложности. Это актуально для гробниц Саргераса. Лишь только при выходе нового дополнения я вычищу эти векауры. Сейчас не вижу особого смысла. А вот это именно векаура, которую использовали мы в рейде с целью того, чтобы следить, какую метку делить. Вот такие вот векауры. Некоторые полезные, некоторые не очень. Некоторые устаревшие, а некоторые весьма актуальные. Используются мной. Создам специальную темку, а именно обсуждение в ВК-группе, в которую накидаю абсолютно все эти векауры. И можете ими пользоваться. С целью того, чтобы скопировать себе векауру, вы открываете новую индикацию, кликаете кнопку «Импорт» и копируете сюда текст. Кликайте «Выполнено», там появится окно, кликайте «Импорт», появляется у вас новое окошечко на экране. Двигайте, уменьшайте его, делайте с ним все, что хотите абсолютно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Пользуйтесь только полезными векаурами. Не засоряйте свой интерфейс. Будьте здоровы и берегите ноги. До скорого.